Девушки отдыхают За 20 минут выезда с автовокзала Происходит это так Во-первых, здесь около двух или трех сотен автобусов Выехать они не могут Запирая друг друга Для этого диспетчеров тоже нет Спросить вообще не у кого Все надписи написаны на хинди На автобусах Куда идет автобус Есть какие-то погонщики автобусов Которые снуют между ними И отличить их от... Пассажиров невозможно Значит Появляется водитель Садится за руль Проезжает метров 5-10 Сколько можно проехать Вот в этой пробке Потом бросает руль и уходит Спросить у водителя Туда ли я еду, куда мне надо Сейчас я скажу, куда мне надо И вам, куда надо А надо нам на минуточку в 5-й век В 5-й век мы и едем От прошу прощения Рождества Не в Индии это будет сказано Так вот он бросает руль и уходит Просто исчезает из виду А через несколько минут А через несколько минут Появляется другой водитель Откуда ни возьми Садится за руль И все продолжается Как в Хармс Как у Хармса Ну вот Вот это вот Вот это десятый То, что висит рядом с его головой Это не лифчик и не майка Это торбочка Не обольщайтесь Едем мы В городок Сирур Сирур Который был когда-то Когда-то, когда-то Полторы тысячи лет назад Столицей княжества Царства И сейчас там Около Неских десятков Храмов Пятого, шестого, седьмого века Руин Археологических раскопок Хотя это странно звучит Для Индии Но тем не менее Иногда они происходят И Один из Старейших Древнейших Кирпичных Храмов Возведенный Полторы тысячи лет назад Храм Лакшми Ну вот если мы доедем Прямого автобуса туда нет Мы едем в Кури-Мур Кури Кури-Мур Мур-Мур Откуда мы пересядем Неизвестно на что И может быть Может быть Попадем В Кури-Мур В Кури-Мур Сейчас уже пол второго дня До заката не так много осталось Ехать нам Я думаю часа три Хорошо бы под закат Мы туда бы добрались Там ни гостиниц Вообще ничего Насколько я понимаю И Как будем оттуда Выбираться Не знаю Документы и вещи Конечно у меня все И деньги Валяются в номере Здесь В Райпуре Но как-то мы вернемся Не сегодня Так завтра Вообще Никакой печали В Индии И заботы И уж тем более Тревоги Нет Я дома И тут все свои Вот Значит Надеюсь Надеюсь Что мы едем В ту сторону Уточнить это Нет никакой возможности Как я уже говорил Это десятый водитель У прежних Я у первых Двух-трех спрашивал Потом я понял Что они все равно Уйдут в никуда И появится следующий И куда вот этот десятый Едет Неизвестно Но доверимся Доверимся случаю Доверимся чуйке И похоже Она меня не подвела Потому что я здесь Вот сутки уже нахожусь Чуть меньше Это прекрасно Это пожалуй Лучший за 15 лет Моих путешествий по Индии Штат Читисгарх Может быть и слава богу Что я не оказывался здесь Раньше Я его обверложивал Был рядом Со стороны Арисы Со стороны Мадья Прадеж Со стороны Махараштры Рядышком был Но в сам штат не попадал Ну что же Пришло его время Здесь живут Дикие племена В джунглях Скрываются Маоисты Радикальные коммунисты Китайского разлива Их отлавливают Наполовину Штат покрыт лесами Водопадами Горами А главное Когда-то Это было царство Долитов То есть Ну говоря и огрубляя Попросту Неприкасаемых Низшего слоя Низшего Прекрасного Живого Хтонического Бешено Колоритного Слоя Ремесленников Вот так они подходят Спрашивают Куда чего Мы уже прямо В устье Автовокзала И вот-вот Мы уже наконец Покинем эту Автобусную матку И двинемся Двинемся Ну что пчелки Полетели Ооо Часы Часы принесли А мне нужно Watch watch А мне нужно Ремешок Он у меня Износился Это просто Невозможно Меняются Не только Водители Но и Кондукторы Только что Ушел Прежний Кондуктор Который Продержался Здесь Минуты Четыре Появился Вот этот Спортовым Журналом Вот это Небесное Создание I explain About you Она оказывается Учительница Учительница Мы с ней Познакомились Не зовут ее Она Пурна Вот И В имени Сокрыто Посвящение Дурге Дурга И ее Деви Вот Так что Не в Болливуде Ее место А В чудесах В божественных чудесах Где она и находится По-русски В душе Начинают Звенеть Начинается Путешествие Начинается Жизнь И огонек Вот И тут Я подошел Вижу Вот это Называется Бадья Бадья Называется Чудесная Бадья Я спрашиваю Бадья Она кивает головой Я говорю Гарам Горячая Сейчас Гарит Сделаем И будет Гарам Бадья У меня На дорожку Ну что же Прервемся На секунду И перчик Там Леный Там О О Сейчас Мы Отвяжемся По Бадье Девчонки Сдают Назад Сдавайте Сдавайте Вы своего Не упустите А только что Проехал джип На котором Написано Лесная Повстанческая Защита Такой вот Государственный Джипик Потому что Моистов ловят По лесам По дорогам Подстреливают Тоже Надо сказать Вот такие Колоритные Хлопцы Подобрали меня И едем мы В Сирпур Ага 25 километров Есть Ну вы сами понимаете Что он Висполя Вот такая компания Сумки тут Повезем Чудесно устроились Одна нога На весу У меня Ну вот мы Доехали С этими Двумя Чудесными Хлопцами Справа Сик Слева В белом Кавиль Это надо проверить Что это такое Я думаю Что это одна Из вот этих Как я говорил Лесных веточек Индуизма Которые следуют Вот некоторые Здесь Чуть изгархи Племена Ядиваси Это наш Мотик Стоит Домчались Мы Это вот здесь Корова Чуть-чуть Меня боком Так Задело По-дружески Сзади Ну и Солнышко Садится Надо торопиться Не знаю К ночи Смогу ли я Выбраться Отсюда Потому как Здесь Смотреть Наверное На неделю Всего Ну вот это вот Первые руины Первые Что попались На нашем пути И Были закрыты Но Мы открыли Сурантила Темпл Сурантила Что бы это ни значило Вот Сик Вырвался Вперед Да Потом Об этом Придется Все это Смотреть Что это Такое Я не успел Подготовиться Но разве Тут можно Быть Подготовленным К такому Куда Мы Взбираемся Вот так Вот Ехал Сик На Мотике Подобрал Боже Ты Мой О Сурантила А Ну и Сурантила Ё-моё Что что скажешь Шестой век Ну Ну 200 Момент Момент Чапал Чапал Ай да Сик В обуви Входит В алтарь Ну Буддист Он Ну Что Ему Скажешь Буддист Он И Есть Буддист Есть Подземный ход 5 километров Тоннел Есть Ну И Ну Он Хочет поговорить Он Очень Возбужден Да Стоят Лингамы Чапал Чапал Вот Такое Вот Такие Фрагменты Здесь А Ну Это Конечно Нужно Сюда Прийти Долго Долго Тут Быть Долго Долго Тайм Тайм Вот Еще Лингам Долго 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 Это Нанди 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 Да А Шивалининг Он Хануман Ооо Ну и ну, ну и ну. И это только... Парампара, I know. Парампара is light, or Будда older. И в Хинду, Будда парампара is strong. Strong? Будда парампара is older and strong. Будда парампара is not older than Хинду. Хинду first, Будда next. Ага. Вот ему надо поговорить. Приходится на детском языке, на пальцах ему говорить коверкой английский. Ну что делать? Это индийский английский. Он и так едва говорит. Это Ганеша, что ли? Трудно сказать. Боже мой, боже мой. Night? Rest house here? А-а-а. Вы чек, чек. А, вон еще руины. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Да что же это такое? Это как раз тот храм, который мимоходом, на который мы не рассчитывали. Он волнуется, что я свалюсь. Да я не свалюсь, я вознесусь. Так, надо солнце, солнце садится. Надо ехать, идти и ехать дальше на нашем очке. Волнуется, заботится. А? А вон, 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 вон. Что там? Вон. Ну, там что-то попсовое, веселое. Да. Что я вам скажу, дорогие мои. Прошло всего 10 минут. За эти 10 минут перевернулась вселенная. Ты как? Я. Мамень. Значит, сик мой и этот чатиксгарский индуист, малой лесной ветви, они уже отбыли. Я пересел вот на следующий мотик, вот с этим местным человеком. За это время, увидев, что здесь целая вселенная, смотреть, возвращаться в Райпур, вот этими дорогами, ну, я бы, может быть, и вернулся бы глубокой ночи, но нет никакого смысла, потому что нужно, нужно... Ну, вы видите? Ну, вы видите, что там? Вы видите, что там? Сейчас, 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 приблизим. Вот это вот, вот к этому мы идем. Я потом вам расскажу, что это. Видно вам, да? Ну, я вам немножко доскажу, вот с того места, где мы прервались. Если я помню, где это место-то. Ну, в общем, прошло еще полчаса. С милой парой Сикха и вот этого Адиваси, лесной веточки индуизма. Мы простились, они укатили. Я думаю, может быть, мы еще встретимся с ними. Мы обменялись телефонами, а я пересел на другой мотик. Но перед тем, как я пересел на другой мотик, увидев эту неописуемую красоту и вот эту вот тихо переворачиваемую, вожделенную, чайную и нечайную страничку Индии, когда я опять почувствовал этот ветерок настоящего путешествия и открытий. И вот этот штат Читисгарх, он так долго-долго был где-то за потайной дверцей. И теперь эта дверца тихонечко начинает открываться. Я чувствую, тьфу-тьфу-тьфу. Дай Божечке, чтобы все сбылось, как я это ощущаю сейчас. Но вот этот первый-первый день, он об этом, он об этом. Вот я добрался сюда, забрался, да, и увидел, что здесь, здесь нужно дни и дни. Здесь храмы, по-моему, две-три дюжины, руины храмов разбросаны, буддийских, джайнистских, индуистских, шестого, седьмого века, восьмого века. Вот за моей спиной один из них. Это руины храма Рамы. Завтра, завтра я буду все это смотреть, завтра я буду по всем этим, по всей этой округе ходить. А там, полчаса назад, передо мной была дилемма. Что же делать? Возвращаться по этой пустынной дороге, неизвестно на чем и как, к ночи, на так называемый хайвей, и оттуда добираться в город, где, в общем, все мои вещи, и деньги, и документы, и вообще все. Я же сюда дернул на часок, снять закат, но я же не думал, что так здесь непросто добраться сюда и выбраться, уж тем более. Или здесь тормознуться. А чтобы тормознуться здесь, не так много возможностей. Здесь есть один только, типа, гестхаус, но такой он напуфыренный и дорогой. Не то, чтобы у меня таких деньжат нет, но впереди у меня полтора месяца путешествия, и, в общем-то, так вот, бессмысленно тратить тоже не хочется. Да и денег в кармане у меня немного оказалось сейчас. И тут я поворачиваю голову и говорю, а что это вот такое? Написано государственный, какой-то там ведомственный, ну, не гестхаус, там, не резерт, а что-то, уже не помню что. В общем, небольшой такой, такая отгороженная территория под охраной. Они говорят, нет, там, там не селят, там не селят, там комнат нет. Я говорю, ну, подождите-ка, давайте я проверю. И забыв, что у меня даже документов нет, пошел туда. И что вы думаете? Что вы думаете? Через пять минут разговора с менеджером у меня уже была комната без документов. И если бы я захотел, я думаю, что и без денег. Но там копейки. Так вот, я уже здесь ночую, в этом ведомственном, государственном люли. Я уже видел эту свою комнату. И вот, солнце село, я тут переночую, а с самого утреца начнется волшебство, я думаю. Во всяком случае, то, что я мельком, краем глаза, успел увидеть, пересев на другой мотик с так называемым гидом, который полтора слова лишь знает по-английски, я от него отказался, говорит об этом. Чудесное место. Чудесное. И не столько даже этот достаточно в узких кругах, я бы сказал, известный храм Лакшмана, вишнуистский храм, хотя и называется Лакшмана, то есть Ханумана, который мы, конечно, обязательно посмотрим. Но и мне кажется, чуйка у меня такая, что среди той дюжины или там двух дюжин руин, разбросанных по округе, вдоль реки, нас ждет не менее драгоценное, чем вот эта древняя пипочка, установленная по центру в виде Лакшман-мандира, храма Лакшмана седьмого века. Ну, посмотрим. Посмотрим, что завтрашний день покажет. Конечно, надо бы поймать какого-нибудь местного с мотоциклами, с ним проехаться, потому что, поскольку руины и они разбросаны вдоль реки, можно где-то промахнуться, что-то не увидеть. Идешь ты и видишь то, что попадает на глаза. А поговорить не с тобой. Где-то за углом, где-то за леском, где-то там, во вражке может ждать то, что всю жизнь перевернёт. Это закладочка волшебная меж твоими югами внутренних лет. Ну, хорошо же. Видите, да? Видите? Седьмой век. И камешки, на которых я сижу отсюда. А я пойду на этот хутор, принюхаюсь, пригляжусь и поужинаю. А потом и байники. Вот такой дядя стоит в ночи. Прекрасный. Прекрасный.